Здравствуйте! Вы смотрите Первый городской. Мы работаем в прямом эфире. Это наш ежедневный проект интервью дня. И вот сегодня немножко запинаюсь, потому что немножко переволновались. Ждали нашего гостя, который застрял в пробке. Но, к счастью, успел буквально секунду в секунду, поскольку, смотрите, за окном весна, вроде бы 3 марта. Хотелось бы уже какой-то весенней погоды, но пока нас не радует, пока ливень. И в Одессе, как всегда, если дождь, то вы же понимаете, что добраться куда бы то ни было невозможно. Ну, наверное, сделал невозможно Юрий Кузнецов, да? Заслуживает дети искусств Украины. Добрый вечер! Я перелетел просто. Я уже немножко нарушал, извините, полицейские наши, но нарушал чуть-чуть. Нарушали? Но прямой эфир не ждет, поэтому... Смотрите, вот весна и хочется как-то... Вот у каждого свои ассоциации с весной. У кого-то это любовь, у кого-то это какой-то расцвет, у кого-то... Ну, у каждого свое, но мне кажется, что вот такой ассоциативный ряд, как весна и музыка, есть у каждого. Конечно, конечно. И весна-любовь, весна и расцвет, расцветание, раскрывание. Нет, тут много-много вещей, которые связаны. Вот чего-то Пушкин любил осень, но я не знаю. Весной точно легко-легко дышится, вот этот вот уже есть поток энергии. Заряд есть энергии, заряд бодрости для того, чтобы творить... Особенно, когда находишься дома, вот в Одессе, и это совпадает, и погодка... Ну, ничего, ничего. Переживем эти дозики. Солнышко уже вот-вот репетирует выход. Вы, я знаю, что сейчас репетируете. У вас сейчас достаточно напряженное время. Да, у меня сейчас очень тяжелое. Потому что совсем-совсем чуть-чуть осталось до единственного, впервые в Украине, единственного концерта. Но мы о нем чуть попозже. Давайте 24 февраля в нашем оперном было тоже поистине грандиозное музыкальное событие. Я знаю, что для вас очень много значило это событие. И тогда вы сказали, что музыка – это то, откуда можно черпать силы, откуда можно черпать бодрость, откуда можно черпать заряд энергии. Так оно и было. Я попрошу, чтобы наши ребята сейчас показали фрагмент концерта с оперного для тех зрителей, которые не были, не видели. А вы немножко расскажете. Вот, собственно. Ну, вот я первый раз вижу эти кадры вживую. Со стороны, наверное. Со стороны, да. Почему-то они пока без звука. Ну, знаете, концерт – это для меня очень важный в плане терапевтическом. Потому что музыка, она лечит. И как я вот сейчас понял, что музыка лечит не только того, кто играет, но и тех, кто слушает. Кто, так сказать, вживается в это и живет вместе с музыкантом. Сцена удивительная, сцена легендарная. На этой сцене был Фернс Лист, Петр Ильич Чайковский, Шаляпин, многие-многие замечательные музыканты. И я всю жизнь как бы вот так вот вокруг оперного театра. Это было впервые в оперном театре? Впервые сольный концерт. То есть такой концерт на этой сцене. Да, в принципе, как бы мы пианисты не формат. Но это театр оперы и балета. Ну, правда, Басков тоже не формат. То есть как бы и ни опера, и ни балета. И вообще был знаешь что. Но там не всегда формат, мне кажется, тоже. Ну, было когда-то и какое-то шампанское, так сказать, было прямо в оперном театре. Был какой-то бар одно время. То есть, слава тебе, Господи, сейчас потрясающая организация работы оперного театра. И когда мы вместе обсуждали с Надеждой Матвеевной Бабич, вот этот концерт, я уезжал на лечение, я просто сказал, я хочу знать это число до отъезда, потому что для меня это был, как, знаешь, вот крючок. Это стимул обязательно быть, да? К этой дате. Стимул вернуться, да. И я зацепился за этот крючок, и я не привык подводить свою публику. И она мне верит. И вот полный оперный театр. Не только количество, но какое качество публики. Это было действительно... Я знаю, что там были не только искушенные театралы, были люди из простых профессий, из простых каких-то, может быть, направлений жизни, которые, как бы, живут скромно. А мне кажется, что это даже важнее. И вот это, да. Вот это мне было очень важно, потому что, знаете, концерт – это как бы наша работа. Мы выходим, мы работаем. Но этот концерт для меня особенный. Он был как, ну, крик души, может быть, так сказать. Это призыв самого себя и призыв вот этим людям, которые пришли и которые будут смотреть уже потом. Эта продукция будет в виде диска, в виде DVD. Это призыв к жизни. Это действительно, когда отпадают какие-то надежды, отпадают какие-то люди странные, которые сопутствовали тебе где-то, где-то. И вдруг в самую трудную минуту раз – и исчезают из жизни. А зато появляются другие, правда? Зато появляются огромные... Такие ситуации жизненные показывают, что есть кто. Знаешь, вот я потерял, вот так вот, чтобы сказать, что оно мне немножко больно, скажем так, человека три приблизительно я потерял. Из числа близких считал, что близких, да? Из числа тех, кого я считал близкими, да. Вот. Это... Много это или мало? Я не знаю. Каждый человек в твоей жизни, в твоем сердце – это космос. Потерять три космоса... А с другой стороны я нашел сотни, сотни людей. А тот зал, который полный был в оперном... Ну, там многие, которые ходили. А многие, которые... Там не только были те, кто меня любит. Я знаю, что там были оппоненты. И это очень правильно, что не обязательно... Слава тебе, Господи, я не должен всем нравиться. Не всем нравится даже Яган Себастьян Бах. Совсем не нравится. Шостакович вообще совсем не нравится. Многие. Ну, это нормально. Понимаешь, это нормально. Это нормально абсолютно, да. Ну, пускай так. Но мне важно, что те, кто принимают тебя и не принимают, но они сердечно к тебе относятся. Самое главное – без гадости. И вот я увидел такой открытый... И я сейчас еще раз повторю. Те обращения ко мне, людей, которые... Многие из которых прикованы к постели. Посланцы, которых были посланы ко мне, чтобы меня обнять, поцеловать, там, за какое-то интервью, которое, как они говорят, дали надежду. Когда люди... Одна женщина написала, я доживаю свою... Ну, вот как я говорил, жизнь как рояль. Черное-белое, черное-белое, а потом крышка. И она процитировала, говорит, я уже последний месяц ходила вокруг своей крышки. И вдруг я поняла, я буду играть на рояле. Я поднялась и буду играть черное-белое, черное-белое. До крышки рано. Мне просто... Я говорю, у меня просто до глубины души. Так что... Некоторые просто занимались каким-то художественным анализом этого концерта. Концерт непростой по музыке, но почему-то... Я сотни, может быть, тысячи писем получил по интернету, по телефону. И все почему-то говорят одни и те же слова. О том, что это была открытая душа, обнаженная душа. И что каждый вспоминал куски, просто куски своей жизни. Как будто я в гости пришел к каждому. И вот удивительно, чем сложнее музыка, вот кажется, говорят, элитарная музыка, она для избранных, а вот есть такая, вот, со смыком, Киркоров, там, Басков, это, как говорится, ну просто, как лапша на уши, она практически съедается, не переваривая. И вот вдруг стремишься к какой-то глубине, к какому-то внутреннему голосу, и вдруг люди разные, я говорю, и театралы, и простаки, вот абсолютно одинаково воспринимали. Единодушно, да? Воспринимали, да. А мне кажется, что, знаете, они воспринимали, как воспринимали, это как не просто концерт, воспринимали это как... Судьбу. Наверное, как судьбу, как историю, как... И мы знаем, что в какой-то момент вы сказали, обращаясь к залу, будьте счастливы при малейшей возможности. Да, это было. Эти слова могут стать реально девизом для... У меня в этом концерте, в этот день было несколько девизов. Один пришел мне в постели, вот в больнице в Тель-Авиве, я лежал с этими проводами на химиотерапии, и один из девизов вдруг, как будто кто-то пришел, тронул меня ночью, вдруг я слышу, и это уже не музыка, а это маленькая жизнь. И я вдруг звоню в Одессу, говорю, в рекламу давайте это. Мне только что кто-то нашептал. Я не сошел с ума. Я клянусь, что кто-то ходил. Я был в этих святых местах, и меня что-то, что-то у меня повернулось в душе. Я понял, что призвание... Не есть музыка. Призвание. Призвание – это что бы ты ни делал, музыка или гвозди забивать, табуретки делать, что бы ты ни делал, важно с каким сердцем, с какой совестью ты это делаешь. Просто нужно делать это. Просто музыка, она как бы вот это, телевидение, радио, шумиха, так или иначе, это, так сказать, некий шум, от которого порой уже с годами хочется избавиться. Но ты понимаешь, что это условия работы, это как рыба в аквариуме. Рыба не может быть вне аквариума. Музыка – это люди, музыка – это вот эта огромная публика, это телевидение, радио, это газеты, интернеты и прочее, прочее. А с другой стороны, хочется уже быть в тишине, вот выходить время от времени. И я просто сейчас только еще скажу, что к чему я пришел. Я пришел, что у меня несколько сейчас новых каких-то заданий, которые мне кто-то дал. Задание – возродить органную импровизацию. Орган прославился чемпионатами Европы, когда Иоганн Себастьян Бах с каким-то там, условно говоря, Букс де Худе, Вивальди, Генделем, они между собой соревнования устраивали. Кто лучше играет на органе? Присутствовали при этом великолепии, божественности, люди присутствовали. Это было чудесное время органной импровизации, которые перешли потом в рояльные импровизации Шопена, Листа, Рахманинова. И все это боком прошло. Люди почему-то стали исходить из мозгов, из интеллекта. Даже каденции стали записывать на ноты. А ведь настоящие музыканты каденции играли импровизационно. Я хочу, вот я попробовал орган в оперном театре, я очень хочу сейчас, и это было предложение дирекции театра, действительно делать вечера органной импровизации. И я очень почувствовал этот инструмент, я его полюбил, не меньше, чем рояль. Это совершенно другой мир. Ну и нас ждет еще одна дата, в которой обязательно должен быть Юрий Кузнецов, потому что это будет впервые в Украине, это будут единственные концерты при участии Юрия Кузнецова. Это 13 марта, вот за вашей спиной мы видим все эти театры, музыкальные комедии. Ну, собственно, гений гитары. Гений гитары, это я сам написал. Знаете, люди, которые что-то несут от Бога, они ценят друг друга. И я понимаю, что это великое слово, понятие, гений. Но я, когда узнал, что есть такая возможность пригласить Стэнли Джордана, величайшего гитариста всех времен, он входит в группу товарищей, которые являются гитаристами, которые изобрел технику рояльной игры на гитаре. Он играет на двух-трех гитарах и одновременно с роялем и с голосом. И это музыка, рок-музыка, причем высочайшего класса. Это и Deep Purple, и многие-многие вещи, которые совершенно по-другому звучат. Это великие джазовые композиции. Это бисерная техника, это невозможно. Я помню, Таня Боева страшная любила. Мы садились с ней, слушали, и она говорит, и мы упивались просто музыкой где-то лет 10-15 назад с Танюшей. И Танюша там на небесах, я думаю, сейчас радуется за одесситов. Я знаю, что есть группы, которые из Москвы, из Киева, из Львова, из разных городов собираются, потому что это единственный концерт в Европе. Это будет дуэт? Нет, это будет соло. Кузнецова и Стэнли? Это соло Стэнли Джордана. Он самодостаточный человек, который ездит по всему миру как бы самотность. Самодостаточная самотность. Самодостаточная самотность, да. Стэнли Джордан великий человек. Мне очень нравится. Мне очень... Судьба тут такая. Оказалось, что его продюсер, ну, скажем так, он признался сам. Он, когда узнал, что я из организаторов этого концерта, ну, он признался сразу. Я поклонник Кузнецова где-то лет 30 или 35. И многое, что я знаю о джазе, я знаю из рук Кузнецова. И его продюсер вот так выразился. И мне было очень приятно, что сама судьба. И когда он узнал, что это я, он сказал, Стэнли Джордан никогда не играет ни с кем. Практически, за исключением каких-то удивительных. И это тот случай, когда это должно состояться. Я могу сказать, вот я 24-го отыграл в оперном театре, 25-го пошел на химиотерапию. Эту ужасную, эту противную, так сказать, ну, важную для жизни ситуацию. Вот, пожалуйста, 13-го числа концерт. А 10-го, 11-го я тут на химиотерапии перед этим. Так, у вас опять есть цель. У вас есть дата и... Опять у меня есть цель, потому что после этого вот себя чувствуешь, конечно, по-другому, чем нормальный человек себя чувствует, потому что эти вещества, они, так сказать, въедаются и меняют во многом мироощущения и физические кондиции. И получается, что судьба, концерты были задуманы до того, ну, особенно этот, до того, как все со мной случилось. И получается, вот, тютелька в тютельку у меня получается, что Господь вставил вот точно в даты, что именно не 13-го, 11-го, 12-го у меня химия. У вас есть очень мало времени, чтобы быть в форме и прийти в себя, поэтому вы просто обязаны. Мне придется, да. И я говорю одесситам, вы достойны лучшего. Я сделал все возможное для вас. И, конечно, я хочу, чтобы в первых рядах была наша замечательная публика, вы, дорогие друзья, которые всю жизнь со мной. И люди разные, и люди, так сказать, интеллектуалы, и люди простые, и люди к музыке тянущиеся любители и нелюбители. То есть это событие, по крайней мере, десятилетия. Вот. Я считаю, что Одесса обязана быть центром. Мы некогда завели с Наташей и с нашими друзьями, с нашими фестивалями. Мы поставили планку Одесса, фестивальная столица. И наш Одесса Джазфест – это один из главных гвоздей, гвоздиков, на котором висит пальто, которое называется Одесса. Наш город. Как кинофестиваль, как фестиваль юмора. Джазфест нас ждет в этом году? Джазфест… Еще раз. Будет Джазфест? Джазфест будет, и я, ну, я надеюсь, и я буду надеясь. Джазфест будет, как всегда, должен быть в сентябре. Уже заявки льются на нас вот так. Я уже отслушиваю. Есть интерес, да? Безусловно, к Одессе есть интерес. Я говорю, что мы как-то поставили высоко эту планку. К нам приезжали суперзвезды, которые в первых позициях мирового искусства. Это, ну, для тех, кто в опере, в классике. Это как Повороти. Это как Святослав Рихтер. Ну, скажем так. В прошлом году я помню, что количество известных, действительно известных музыкантов было очень великое. И вот, вот, и получается, что мы стараемся ухватиться за любую ситуацию. И когда посольство США узнало, что Юрий Кузнецов, а это мои друзья, которые с нами, с фестивалем, очень много нам помогают. И они когда узнали, а я сам, мы сами пригласили Стэнли. И вдруг они узнали, говорят, мы хотим с вами вместе сотрудничать. Это ж такое событие для, даже для американцев. И они с нами подключились к тому, чтобы нас поддержать в этом концерте. И это очень важно. Я говорю, что цены я на билеты максимально минимальные. Максимально минимальные, насколько возможно, чтобы, ну, как говорится, уйти в штанах. Как говорится. Но, вы понимаете, это очень важно, подключаться к таким высоким потокам. Потому что очень много мути приезжает и в Одессу в том числе. Очень много того, что под видом каких-то звезд очень много приезжает. Да и в Одессе многие пиарятся в своем, так сказать, творчестве. Так что смотришь... Умейте выбирать и ценить лучшее. Наверное, так, да? Спасибо. Да, это слова, ребята, а дела, это дела. Поэтому 13 марта, особенно, чтобы красивейшие женщины были, 13 марта в зале мускомедии, замечательный зал, замечательная аппаратура, непревзойденный Стэнли Джордан и я... И Юрий Кузнецов. Ну и я там где-то, может быть, я присоединюсь, а потом, может быть... Не может быть, а точно. Ну, надеюсь, надеюсь. Я вам желаю очень искренне. Ребята, это будет концерт потрясающий. Я думаю, что от всех одесситов, чтобы у вас все получилось. Потрясающе. Я хочу, я заряжаю вас. Я вас заряжаю энергией. Ну, помнишь, как нас заряжали? Ну, иначе быть не может. Иначе быть не может. Ты чувствуешь, как ты румянишься? Другого выхода просто нет. Поэтому 13 марта мы ждем и Юрия Кузнецова тоже. Стэнли Джордан. Сил, 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 сил. И все будет так, как должно быть. Это лишний повод пообщаться, поговорить и понять, что мы живы, и иначе не будет. Это был Юрий Кузнецов на Первом городском. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok